Вы сейчас смотрите на живого бакалавра журналистики. Я наконец-таки закончил свой вуз. Большую часть времени я учился в ИЖЛТ, он же Институт журналистики и лизературного творчества, он же ИЖЛИД. Но в процессе моего обучения его лишили аккредитации, то есть как нормальный государственный вуз, который выдает дипломы государственного образца, он существовать перестал. Меня перевели в другой, короче, долгое и трудное было мое получение высшего образования, и здесь я расскажу вам все подводные камни. У меня уже есть несколько видосов про образование, которые я вам настоятельно рекомендую посмотреть. Это некое подведение итогов по окончанию. Здрасте, вы на канале Сейна, приятного просмотра. На этапе написания сценария этого ролика я подумал, что я учился совсем не в топовых учебных заведениях, и вообще довольно своеобразное образование получал, поэтому хорошо бы будет спросить кого-то, кто учился вместе получше, и поэтому попросил своих друзей дать комментарии по поводу того, как их образование прошло, сравнить их с моими, поэтому в этот ролик будут включены реакции моих друганов, которые учились в вузах получше. Когда мы записывали этот видос, мы еще не знали, кто именно будет нашими гостями, экспертами, которые будут смотреть с вами одновременно этот ролик и на него реагировать, но теперь мы знаем, и поэтому нужно их представить. Илья Калион закончил журфак МГУ, участвовал в разных доп-активностях факультетских и прямо сейчас работает оператором на куче разных проектов. В общем, человек организовался профессионально и творчески, и действительно имеет крутой комплексный взгляд на образование, к тому же у него диплом интересный. И Полина, которая закончила вышку на факультете моды и дизайна, занималась конкретно фотографией, и ее диплом тоже просто охуительный, но о нем чуть позже. В принципе, я думаю, этот видос будет наиболее интересен вот людям, которые со мной по манере мышления и какому-то мировоззрению схожи, и поэтому я считаю важным указывать всякие ощущенческие штуки. Если вы такой же вот творческий человек, как я, который вот сидел в своей школе, а я их очень много сменил, и думал, что вот здесь люди, они набраны хаотично, каждый хочет чего-то своего, кто-то не хочет ничего, но всех вот запихнули в эти школы, и поэтому здесь как-то отстойно. И люди, можно сказать, не те, и занимаются все не тем, и в общем обстановка абсолютно гнетущая. И когда я приду в ВУЗ, там будут наоборот люди, которые интересуются тем же, чем и я, идейно заряженные, которые вот с ними мы будем делать всякие творческие проекты, и кругом будет царить крутая творческая атмосфера. Это совершенно не так. Почему вот все говорят, что российское образование в жопе? Потому что, в принципе, ничего подобного там нету. Я очень разочаровался, когда пришел в ВУЗ. Почему? Потому что, во-первых, половина людей, которые там будут, особенно парни, они будут косить от армии. Вторая половина будет выполнять просто желания родителей, и пришли они в ВУЗ совершенно не для того, чтобы чему-то учиться и творчески реализовываться, а ровно так же, как они до этого сидели 11 лет в школе, еще 4 года посидеть, чтобы мама взяла диплом, повесила на стену и этому радовалась. И эта данность очень печальная. То есть даже если вам попадется хороший ВУЗ, в котором там будут хорошие педагоги, о них еще потом, то все равно половина ваших однокурсников им не будет надо совершенно ни хрена. Они не будут вам никак ни идейно, ни по сознанию никак, ни близкие. И будут просто просиживать штаны. И очень важно в этом плане, даю вам совет, вам не нужно уподобляться. Даже если вы в школе там были троечником, двоечником, то ВУЗ это все-таки начало с чистого листа. И если всегда вы там сидели на задних партах, сопли жевали, то здесь садитесь вперед и слушайте информацию. Потому что иначе вы сядете на эти задние ряды, и вот челы, которые приходят просто там посидеть, они захватят вас в свое вот это сидельческое, прозябательское болото. И вы просто повторите школьный опыт в ВУЗе. Это вам категорически не надо, потому что в школьном опыте ни хера хорошего нет. И как раз-таки очень многие выходят из российских ВУЗов, ничему не научившись, именно потому что провафлили их ровно так же, как они до этого провафлили школу. Очень вам этого не желаю. Не соглашусь в том плане, что, во-первых, парни, которые пришли косить от армии, специфика, например, журфака МГУ, я не знаю, вот как у тебя, Миша, было на журфаке, но у нас парней-то практически не было. У нас был достаточно большой курс, там где-то 400 человек, 85% девчонок. Тот процент парней, который поступил на журфак, им либо не нужно уже косить, либо, ну, как-то это не было целью поступления в журфак. Можно поступить куда более какой-то, скажем так, простой ВУЗ, где тебе нужно просто отходить кое-как пары, вот, и с армией решить вопросы. На самом деле, да, у всех свой опыт, но вот именно школа дизайна. Живешь в таком, получается, ну, замутном мирке, где, на самом деле, все не так, как в реальности. Получается, там, каждый человек, он пришел туда, чтобы делать то, что ему нравится, ну, и при этом он заплатил за это большие деньги, конечно. Но, по сути, в общем, там создается, да, такой мирок, где, как бы, у всех такие же интересы, как у тебя, у всех примерно такие же взгляды, как у тебя. По сути, это было, да, довольно-таки идеализированное пространство, где ты мог, не знаю, вот мы, например, фотографы на седьмом этаже учились, а на шестом учились модники, ну, которые там одеют, что делают все дела. И мы, например, могли с ними какие-то коллаборации делать, или друж... ну, или как бы там все сдруживались, или, например, там дизайнер коммуникационный дружил там с каким-нибудь видеографом, и они могли вместе какую-то коллабу заметить, в общем. Очень у нас хорошая нам фразу сказали, когда мы были там на одной из первой лекций, что факультет даст вам ровно столько, сколько вы хотите от него получить. Это действительно очень крутая фраза, потому что, если у тебя есть какая-то инициатива, пожалуйста, тебе никто ничего не запрещает делать, это немаловажно. И у нас таких ребят было очень много, то есть у нас пришли такие чуваки, парни, девчонки, которые такие, давайте делать какие-нибудь проекты, давайте снимать шоу, давайте снимать док-фильмы, давайте писать подкасты. У нас не было ребят, которые прям вот, типа, нет, мы ничего не хотим делать, нам скучно. Были, конечно, отдельные персонажи, которые там прямо на самой первой лекции, с самого первого учебного дня там уже сидели в телефонах или засыпали, ну, задние ряды, господи, где их нет. Масло в огонь подливает то, что в части случаев они правы, потому что некоторые предметы будут прям вот бесполезные, при том некоторые предметы, они сами по себе такие, ну, вот знаете, вообще во многих европейских странах бакалавриат часто занимает 3 года, а не 4, но у нас есть нормы, а нужно все делать по норме, и поэтому нужно забить образование вот каким-то количеством, там вот такой общий, у нас гуманитарный, у кого-то общей технической части. И при том, как я видел на других факультетах, там, допустим, эстрадно-джазовым вокалистам преподают социологию. Ну, то есть, социология, я считаю, интересна, да, я бы этот курс послушал, но когда ты пришел учиться петь и выступать, ну, понятно, если человек не будет на это ходить, нельзя требовать от людей, чтобы было интересно то, на что они не подписывались. Я, в принципе, в предыдущих роликах советовал выбирать вуз по предметам, которые вам там будут преподавать, и как раз-то поэтому так работает, потому что список предметов, которые в итоге на специальности преподаются, он не обязательно логически связан с этой специальностью у нас. И часть предметов, они просто не подходят, а часть предметов, они могут быть усраны педагогом, как, например, это вот просто смешнее, чем в жизнь в России, уже не придумаешь. Мне ввел предмет противодействия коррупции, такой предмет есть в вузах, блядь, да, противодействия коррупции путинист. Чувак, который убежден, что в России нет замен Путину, и он вот просто лучший вариант для нашей страны. Ввел предмет противодействия коррупции. Кто это дать должное, что у меня на факультете, несмотря на то, что в культурной листике МГУ находится прямо напротив Кремля, вот если вы вобьете в гугле, в гугл мэпс, в журфак МГУ, вы увидите, что до Кремля там реально по прямой, через манежную площадь метров, ну, 500. Казалось бы, там пристальный надзор, казалось бы, там все очень должно быть контролируемо сверху, но на самом деле мне приятно, что нам ничего не навязывали с точки зрения каких-то политических взглядов. Даже если это журфак, а журналистика связана с политикой и так далее, все равно обучение должно быть аполитичным, на мой взгляд. Не, ну, понятное дело, что у нас тоже были непонятно зачем психология, социология, куча дополнительных предметов, которые просто заполняли пустоты между основными предметами, которые тебе нравятся, то, что ты делаешь, ну, скорее всего. То есть ты это уже воспринимал как плату за то, что ты в целом занимаешься проектом, который тебе нравится. Я на самом деле прогуливала все предметы, которые мне были неинтересны, потому что я подумала, все, в универе я буду делать только то, что мне нравится, к черту все остальное. И вот эта вот формальность и просто номинальная необходимость образования, которое ничего за собой не несет, она очевидна всем и в первую очередь, и в том числе самим лекторам, самим профессионалам, профессорам, которые владеют своим предметом и хотят, чтобы те, кто их слушают, на самом деле хотели их слушать, а не просто сидели на этих лекциях. Например, 15 таких блестящих лекторов преподают в проекте «Нефиктивное образование», в котором прямо сейчас доступны 20 онлайн-курсов по самым разным предметам, там по культурологии, литературе, философии, истории, живописи, музыке и кино. Еще 40 лежит в архиве, со всем этим вы можете прямо сразу ознакомиться, перейдя по ссылке в описании. Три дня пробный период, после этого уже нужно за денежку, но зато вы можете не просто весь этот материал потреблять и узнавать действительно актуальную информацию от людей, которым интересно ее преподавать, но и к тому же даже с ними взаимодействовать, задавать вопросы, что-то спрашивать, да узнавать, узнавать даже больше, чем вам уже сказали. В общем, если вы хотите по-настоящему осваивать дисциплины, рекомендую вам проект «Нефиктивное образование». Это на самом деле интересные люди, которым хочется преподавать, и надеюсь, что вам захочется у них учиться. И при этом я про педагогов буду дальше рассказывать, но конкретно этот мужик был просто идеальным примером того, насколько формально могут преподаваться предметы. Он приходил, клал на стол бумажки с законами и просто их читал, и после этого записывал присутствующих. То есть вот именно подобный подход, он заставляет людей привыкать к тому, что образование формальное, и они занимаются здесь не настоящим делом, но им нужно уже по времени отзаниматься, дотерпеть и получить диплом, а действительно от образования ничего полезного не взять, потому что он приходит, садится, читает, читает, читает эти законы, отчитал полтора часа, все пошли перекурили, он отчитал еще полтора часа, все съебались. А экзамен проходит так, что он дает вам тему, вы по ней готовитесь, притом, ну, не суть важно, как именно вы там готовитесь, списываете, не списываете. После этого вы рассказываете ему этот билет, и рассказывают зачастую какую-то полную херню, делая ошибки и в терминах, и вот в самой сути сказуемого. То есть видно иногда, что человек несет полную ахинею и совершенно не понимает вопрос, о котором он сейчас говорит, но после этого говорят, да, окей. То есть ты формально должен выдать просто какой-то набор звуков, как будто у тебя принимает экзамен не живой человек, а алгоритм, который вот просто слышит, там какие-то звуки, слова вроде подходящие, и все. И таким образом вот вы получаете зачеты. Не поддавайтесь этому формализму, берите от лучших педагогов лучшее, и особенно предметы изучайте самостоятельно именно так, чтобы их по-настоящему понимать. Да, будут бесполезные пары, да, будут пары, которые вы будете пропускать, потому что они отстой, вот. Но все-таки поступайте ради хороших предметов, и на этих хороших предметах усердно сидите, учитесь, и если вы действительно будете понимать суть происходящего, и часть педагогов наверняка у вас будут хорошие, то тогда это вообще все будет иметь смысл, потому что, ну, опять же, сидеть просто 4 года ради корочки, это полный отстой и прожигание жизни. Не думайте, когда вы идете в вуз, что вы придете, и вы на лекциях узнаете все, что вам нужно, чтобы закончить факультет. Это не так, и это нормально. Я бы сказал, что даже большую часть работы нужно проводить самостоятельно. Лекция — это как такие связующие, объединяющие, скажем так, мероприятия, для того, чтобы вы погрузились в предмет и начали самостоятельно там копаться. Если просто проходить на курс лекции к преподавателю и ничего больше не делать, то на экзамене вы получите максимум тройку, и это будет действительно ваша проблема. И от лучших брать лучше, и даже от, казалось бы, плохих преподавателей можно взять тоже что-то хорошее. В вузе главное — работать самостоятельно. Можно вообще... И были случаи в процессе моего обучения, что я вообще, ну вот по причинам того, что я работал, еще что-то, я практически не прослушал курс лекции. То есть я физически не ходил до пары и не записывал там, что происходит. Но я просто там спрашивал какие-то конспекты, я читал литературу по этому курсу, смотрел какие-то видеолекции на YouTube и так далее, и набирал вот этот же самый background и, собственно, сдавал экзамен. Педагоги — это вообще больная тема, потому что от них ты никуда не денешься. Если вам попался какой-то сумасшедший, вы сколько жалоб на него писать не будете, сколько вот разных действий не будете предпринимать, ничего вы с этим сумасшедшим не сделаете, будет он вас мучить все время, что ему установили. И вот кажется ему, что на его предмете ему хочется вот рассказывать какие-то истории из своей жизни, ну, будет он их рассказывать, ничего вы с этим не поделаете. К тому же часть предметов, они не имеют какой-то устоявшейся программы, и поэтому педагоги вольны делать абсолютно все, что угодно. Но, в принципе, помимо того, чтобы выбирать предметы, именно предметы, которые вам нравятся, могут помочь вам определить специальность, но конкретно вуз зачастую можно выбирать по педагогам. Как раз институт журналистики, я вообще его всем рекомендую, кому не обязателен диплом государственного образца. Вот, допустим, девочки, которым не светит армия, и они не зависят от отсрочки, или парни, которые смогли как-то разобраться с военным билетом, и действительно хотят просто работать в сфере журналистики или медиа, вы же понимаете, что диплом на самом деле никому не нужен. Всем на самом деле наплевать, и вообще большинство лучших журналистов у нас в стране, они на журфаках не учились. И то же самое относится к большому количеству других профессий, но конкретно институт журналистики и литературного творчества на Арбате я рекомендую, просто потому что там офигенный преподавательский состав, и это именно очень клевое локальное заведение, которому действительно важно выпустить вас как хороших специалистов. Ну, так вот, про педагогов. Есть педагоги также такой советской закалки, кто-то школьной закалки, которые превращают ваше вузовское обучение в школьное обучение, это просто ужасно, устраивают какие-то всратые диктанты, разговаривают с вами как с детьми, и вот хуже этого, сложно выдумать, хуже этого только педагоги, которым в принципе... Охуенно. Хуже этого только педагоги, которые преподают, потому что надо. То есть, может им там какие-нибудь пенсионные отчисления, может им, не знаю, нечем заняться, может еще что-то, но вы это ярко увидите, когда вот человек, может он даже в своей профессии хорош, но конкретно преподавать он совершенно не может, то есть ему это самому неинтересно, он не увлекает слушающих его, и из-за этого как бы предмет может быть просран, просто из-за того, что вам его не преподали. Все-таки педагогика это талант, но плюс в этом такой, что на фоне этих педагогов вы будете гораздо лучше понимать, какие педагоги хорошие и достойные. И в школах такое не часто встретишь, хотя я часто в комментах вижу, что вот есть в школах какие-то педагоги, которые вот по-настоящему прям учат, вот, но в вузах таких множество, потому что все-таки публика в вузах гораздо серьезнее, гораздо более понимающая, вот, и поэтому туда идут серьезные мастера, которые хотят именно учить, и это самое лучшее. Вот, в принципе, важное слово, которое не так часто используется, мастер, это должен быть именно человек, на примере которого вы учитесь в общем. То есть, помимо того, что он преподает вам предмет, он учит вас, в принципе, отношению к делу, и тому, как с этим делом сосуществовать, и что это такое вообще, быть настоящим профессионалом. Да, соглашусь. У каждого свое понимание того, кто есть мастер. За эти четыре года на факультете встретилось очень много мастеров, и они были крутые, они мне дали очень многое, и даже, может быть, ты идешь там к преподавателю условно слушать курс, я не знаю, информатики, а получаешь курс какого-то такого жизненного опыта, который может быть не так плотно связан с информатикой, но ты понимаешь, что это даже круче. У нас просто Руджеро Сергеевич Гиллеровский, человек, который вот вел информатику, он ввел это слово в русский язык. Ну, то есть, он уже крутой. Ну, помимо того, у него, это и безумная история жизни, у него итальянские корни, там его отец был, если не хочу переврать историю итальянским моряком, который приплывал еще там чуть ли не до революции в Россию, в общем, все это было очень так круто, насыщенно, и человек, помимо того, что он рассказывает какие-то вещи, там, информатика, не то, что ты там, ага, зашел, я не знаю, в какой-нибудь питон, там, можно зайти в питон, наверное, нельзя. Ну, в общем, эта информатика еще, как бы, там, связанная с логикой и смышлением. Ты узнаешь, помимо предметов, много чего крутого. Бывает и обратная сторона, ты помимо предмета узнаешь, много какого-то шлака, а предмета толком не получаешь. У нас вот преподавательница по истории фотографии, она, конечно, просто какая-то богиня искусства, не знаю, она тебе так может о современном искусстве сказать, что ты просто потом будешь, не знаю, ходить, целовать Энди Ворхла, и квадрат Малевича, потому что ты наконец-таки поймешь. Потому что мне казалось, я понимаю, на самом деле ничего не понимала, и после того, как я поняла, у меня даже были всякие файты с братом, где я, типа, мы обсуждали черный квадрат, который он не понимал, а я его, типа, убеждала, там, с позициями учительницы. Еще и за это учительница я накупила просто штук 20 всяких книг по, я не знаю, истории фотографий, истории новых медиа, история, там, не знаю, чего только я не купила. На некоторое время даже забила на художественную литературу. Блин, вообще, она просто бог. Полина откровенно скромничает, на самом деле, ее диплом это что-то запредельное. Я оставлю ссылку в описании на страницу, где его можно посмотреть, но это проект по ряду российских городов, который рассматривает локальную моду в этих городах России. Она реально проехала кучу городов, в каждом из них общалась с дизайнерами, модельерами, которые в этих городах живут и делают локальную моду. Ну, можно сказать, в глубинке, да, в периферии российской. Выглядит это все просто потрясающе. И вот вам диплом, за который не стыдно. Помимо этого, я вам очень рекомендую вписываться во всякие творческие активности, ну, не творческие, может, у вас в ВУЗах есть какие-нибудь кружки по интересам или что-то такое, обязательно вписывайтесь во все это, берите от образования максимум. Лучше вы в него впишетесь и потом из него выйдете, чем не попробуете. Потому что у меня получилось именно так. У меня в ВУЗе был институтский журнал, свободный доступ назывался, до сих пор там на его сайте, если они домен оплатили, лежат мои материальчики, мои статейки. Вот. Я пришел туда, думая, что это унылая такая формальная штука, в которую люди пишут непонятно что, но оказалось, нет, оказалась студентка тогда еще третьего, а потом и четвертого курса, она там зам главного редактора, а выполняет функции главного редактора, раздавала редакционные задания и по-настоящему учила писать, оценивала тексты, проводила нам небольшие мастер-классы и занималась с нами непосредственной журналистской работой. Меня периодически спрашивают, помогло ли как-то образование мне в видеоблоге, я этого не планировал, но действительно очень помогло. Этого уже никто не помнит, но первоначально я свой блог вообще назвал «Блог журналиста», я тогда не имел вообще никакого представления о журналистике, и как только заимел какое-то первое представление, я сразу сменил название, потому что, ну, у меня это анти-журналистика вообще, вот. Но как раз замечательная Мария Бурмистрова, она до сих пор является моим очень хорошим другом, и она учила писать и меня, и еще вот небольшую редакционную команду, и вот столько именно журналистских навыков, сколько вот в этом свободном доступе, который даже не являлся частью программы обучения запланированной, я не получил вот ни от одного педагога, ни от одного предмета, так что вписывайтесь в любую движуху. В принципе, вузы это не столько про то, чтобы получить знания, сколько про то, чтобы получить опыт работы с людьми и связи. Это очень важно. Я, кстати, очень много участвовал в факультетской активности, да, это так называется, если я не ошибаюсь, но именно в каких-то у нас были творческие мастерские, то есть это, по сути, те же лекции, там полтора часа, ну, плюс-минус, кто, как зависит от преподавателя, которые еще, к тому же, ну, были после пар, и ты мог прийти и послушать интересные штуки от людей, которые находятся в индустрии. У нас, например, приходил Антон Войцеховский, журналист, который был там, мастерскую, губерниев вел, пару раз приходил к Анделлаке, ну, то есть, ты можешь, помимо вот какой-то теории, уже и познакомиться с практиками, позадавать им вопросы. К нам приходил очень крутой фотограф Георгий Пенхасов, и таких штук много у нас на факультете приглашают, стараются приглашать интересных людей для каждого, причем модуля своих, для модуля интернет-журналистики своих профессионалов, для модуля фотографов своих, но это все свободное посещение, ты можешь прийти, даже не будучи студентом журфака и студентом МГУ, можно записаться на эту лекцию. Кстати, возьмите на вооружение на сайте jorn.msu.ru можно все это найти, и там анонсы всех этих мероприятий, если вам просто интересен человек или неинтересная тема, можете записаться и прийти как на любую открытую лекцию. Главное, конечно, что ты там можешь познакомиться с людьми, это просто самое главное, то есть получается это у тебя есть шесть этажей различных, ну уже считай, специалистов по любым направлениям, и ты просто можешь сходить в столовку, найти красивую, красивую там парня, зайти на шестой этаж, попросить там студента моды тебе стилизовать съемку, вы поднимаетесь на седьмой, сделаете съемку, вот у вас уже проект, а потом ты пишешь своему приятелю с четвертого этажа, чтобы он сделал красивый дизайн, и приятелю встретил, чтобы он это все сделал в видосик. Очень много у нас с ребятами объединяются и делают совместные выставки, совместные проекты, и это очень круто, это самое, мне кажется, крутое, что есть вышки, что именно это пространство коллаборации. В этом плане, мне, конечно, страшно сейчас, что я закончила, и я понимаю, что уже я больше никогда не буду в таком месте, где будет такая же концентрация людей, близких мне по духу, и таких, с которыми мне будет комфортно общаться и работать. Как вы понимаете, журналистом я не работаю, и сам YouTube тоже особенно больших денег не приносит, и меня периодически спрашивают, на что же я живу? Живу я в основном на свой Patreon. Есть просто часть людей, которые донатят мне ежемесячно по 5 баксов, кто-то больше, и я им за это предоставляю доступ в закрытый паблик ВК, куда почу рекомендации вот чисто от себя, там музыка, кинища, книги, клипы, и иногда просто какие-то мои измышления, всякие штуки, которые я вот нашел, творческие, и хочу о них вам рассказать, и вот такие уникальные рекомендации, за них мне платят, но в первую очередь платят, конечно, чтобы просто меня поддержать, и если вы хотите сделать то же самое, то в описании есть ссылочка, переходите по ней, и давайте мне денег на покушать. Но этот замечательный институт журналистики в какой-то момент лишили аккредитации. Мы вообще не могли в это поверить, и это в сам момент, ну ты учишься в этом заведении, в нем действительно все охеренно, слушаешь истории каких-то других людей, про их вузы, и понимаешь, что у тебя на порядок лучше, и потом хуяк, и по критериям современного российского образования вы не добираете. Вот так получается. Благо, организация очень хорошо обошлась с нами, она предложила нам разные варианты для перевода, организовала сам перевод, перенесла все документы, и так далее, и тому подобное. И в общем, сам перевод из вуза в вуз у меня прошел довольно-таки безболезненно. Больше всего охерели люди, которые в институт журналистики сами переводились из других вузов, и таким образом за время своего обучения кто-то поменял по 3-4 заведения. Но в чем, в общем, суть? В том, что я бы порекомендовал вам идти в небольшие вот такие локальные вузы, как был институт журналистики, но если вам нужен государственный диплом, это очень ненадежный вариант, потому что, судя по всему, вот есть такой тренд у нас в стране на то, чтобы подобные заведения закрывать и оставлять только вот огромные такие бюрократические машины, в одну из которых меня и перевели. Называется она ММУ, раньше называлась МУМ, и МУМ подходит этому заведению гораздо больше. Это здоровое пятиэтажное здание на Белорусской, и вот там оказаться я не пожелаю никому. Возможно, часть моего опыта от обучения, она была ухудшена тем, что мы были вот такие вот подбросы, то есть нас перевели, и поэтому программа для нас, она составлялась отдельно, и она не такая же, что у всех остальных с потока журналистики, но, честно говоря, мне не кажется, что разница была сильно большой. Самое худшее, что вас ждет в образовании, это бюрократы и академисты. Полнейший пиздец, вот формальность, которую я описывал вот про коррупцию, она также будет царить в огромном количестве мелких аспектов, связанных с образованием. Вы очень часто будете замечать, что от вас требуются не реальные знания, не реальные навыки и не что-то осязаемое и полезное в действительности, а просто бумажки и выполнение нормативов. Бесконечные нормы, созданные непонятно когда, непонятно нахуя, непонятно где и непонятно кем, они будут вот обязательно должны быть выполнены. И то же самое касается академистов. Я буду, опять же, на примере своей специальности это говорить. Вот есть журналистика реальная, да, действительные журналисты, которые пишут в изданиях, которые придумывают какие-то новые форматы, подстраиваются под аудиторию, взаимодействуют социальными сетями, делают кучу всего интересного. А есть академисты, которые работают с учебными... Ёптвы! Которые работают с учебными пособиями. Они их пишут, они их изучают и они их снова пишут. Например, одна из таких представительниц вела у меня и в одном ВУЗе, и во втором. Преподавала она жанры, которые она сама же и написала. То есть у нее есть учебник, с которым она с своим учебником приходит на пары и рассказывает вам жанры. Жанрами в журналистике не сказать, чтобы особенно пользуются, но... Ну, то есть, каким образом это можно использовать? Как редакционное задание. То есть ты работаешь в редакции и тебе говорят, напиши репортаж. В общем, это так используется. Но конкретную, чью-то жанровую систему никто не использует. А жанровая система подразумевает огромное количество всяких подпунктов. То есть есть такой репортаж, сякой репортаж, такая заметка, сякая заметка. Это не использует никто. По крайней мере, вот все, кого я видел, кто действительно работает в редакциях, работает по профессии, там нигде эти жанры не пользуют. И многие педагоги, которые как раз-таки работают в редакциях, нам говорили, что жанрами никто не пользуется. Но она преподавала нам эти жанры один год. Свои, выдуманные. И экзамен у нее, это нужно по ее выдуманным жанрам их выучить и их ей отвечать. Хорошо. Мы перевелись в другой вуз, она там тоже преподает. И она второй год преподавала нам жанры. Я два года слушал, блядь, эту классификацию, которую никто никогда в жизни использовать не будет. Ладно, я не журналист, а блогер. Но и те, кто станут журналистами, они в итоге им никогда не скажут написать, вот, блядь, такую заметку, а не такую заметку. Потому что это никому нахуй не надо. Это нужно только для того, чтобы вы дальше стали таким же академистом, который преподает в вузе или пишет дипломные работы, там вот все такое. И внутри этой академической среды использовали эту информацию. То есть, это замкнутый круг, который работает только на обеспечение собственного существования. То есть, они делают вот эти работы, сами по ним учатся, их используют в своих работах и снова делают работы. И вот это вот бесконечный круг ужаса и формальности, с которым придется жить и никуда от этого не деться. И если в ИЖЛТ у меня был вариант писать творческий диплом, и я думал, блядь, вот будет охуенно, я сделаю ролик из своего диплома. Я сначала думал сделать про Цоя, это если видели ролик редакции про Ленинградский рок-клуб, я хотел сделать примерно то же самое, только более задротисто и с большим погружением в тему. После этого подумал, что там в УЗе преподавал брат Егора Летова, представьте себе, и, возможно, до сих пор преподает в ИЖЛТ брат Егора Летова. Я думал, раз есть такая возможность, можешь стать его дипломником и написать диплом про Александра Башлачева. Это вот была бы реальная работа, которой я бы смог гордиться. Диплом про Александра, блядь, Башлачева, с анализом текстов, с анализом лирики относительно того времени, анализа вообще всей этой музыкальной тусовки того времени, при том, с интервью реальными участниками, участников той тусовки, но нет, меня перевели, и я писал диплом на тему особенностей организационной модели интернета изданий на примере Artifix.ru. Artifix, привет, спасибо большое, вы сделали мою практику не адской и спасли и меня, и еще часть людей от того, чтобы дрочиться, носить всякие документы, но это была полная жопа, диплом мне засрали, я вот прям сейчас, блядь, сижу на бумажках этого диплома, и это, пожалуй, самое полезное, что будет со мной за это, вот, с помощью этого диплома, ничего полезнее, скорее всего, никак его уже использовать не получится. Это вообще очень интересный такой спорный момент, потому что журналистику хотят сделать наукой, то есть, есть две стороны, да, журналистики, одна это практическая, тексты, публикации, фотографии, СМИ, целые блоги, там платформы, конвергентность, все, бла-бла-бла, круто, а есть журналистика научная, когда берут эти самые тексты, фотографии и начинают анализировать, и там, писать, целые исследования, диссертации и так далее, это важно, как любая сфера, журналистика должна быть изучена научным подходом, на мой взгляд, такой подход должен быть выбран человеком самим, но когда тебе начинают преподавать научную журналистику в УЗЕ, к сожалению, вот эта вся теория журналистики, на мой взгляд, это какая-то очень такая вватная, воздушная, растутая вещь, да простят меня преподаватели, которые пишут учебники на эту тему, я понимаю, это важно и классно, но на практике это, на мой взгляд, трудноприменимо, там типа пять каких-то критериев хорошей новости или там как правильно брать интервью, да никак, у каждого свои какие-то методы и свои секретные фишечки. И работа над дипломом, это был совершенно адский процесс, во-первых, тебе нужно написать дохуя страниц, основанных на учебниках, которые никто не читает, а так как ты пытаешься выбрать тему, которая тебе более-менее интересна, это значит, она какая-то относительно новая и не совсем изучена, и поэтому половина информации там неактуальная, и ты пишешь просто полнейший бред, занимаешься бессмысленной работой, и я никогда, блядь, не был настолько непродуктивен, как в момент, когда писал диплом в этом, блин, муме, потому что ты делаешь бесполезные действия, и при этом есть критерии, которые написаны таким же казенным языком, и относятся непонятно к чему, и помимо диплома, это огромная работа, которую ты пишешь, согласовываешь, находишь источники, правильно оформляешь, и, блядь, вот здесь нужно поставить точку, здесь не нужно, тебе вот одним можно писать слово «глава», блядь, а другим нельзя, если ты неправильно написал, тебе нужно это перепечатывать, идти в типографию, и так далее, но помимо этого нужно еще сдать отчет о практике, мало того, что в принципе у всех вот эти вот бессмысленные темы, и не совсем ясно, как там, блядь, практика, тема, как это все связано, тебе нужно еще и писать отчет, отчет нужен на 40 страниц, ебаный рот, блядь, 40 страниц, естественно, все вставляли главы своих дипломов, но там нужно еще тебе подописать, у отчета тоже свои критерии, у тебя его могут не принять, помимо этого у тебя еще дохуелен документов, которые тебе нужно тут подписать, тут неправильная дата, тут правильная дата, сосваниваться с разделом практики, это отношение к образованию никакого не имеет, но это половина того, чем вы будете заниматься в Муме и других подобных местах, я не знаю, как вам от подобного уберечься, настоятельно рекомендую вам, если вы нашли какой-то вуз, он вам нравится, вот опять же, как я говорил до этого по предметам и так далее, колокольный звон, узнайте у выпускников, найдите выпускников, которые были уже в этом вузе, спросите у них, кому лучше попадаться, кому не попадаться, что как делать, и в принципе, если у вас есть просто на созвоне выпускник, с которым вы можете связываться, если что, вам это поможет в процессе обучения, но также лучше и вуз выбирать просто по отзывам людей, которые там учились, потому что слишком на многое влияют педагоги и вот внутренняя организация. В любом случае будет очень много негативного и неприятного в вашем опыте с российским образованием, вот, от этого, к сожалению, не денешься никуда, да, но это как бы печальная данность. В любом случае, я как до этого говорил, что образование лучше получать, чем не получать, так до сих пор стою на своем, да, это будет во многих аспектах неприятно, но для формирования личности и для формирования вас как профессионала это просто необходимо, как минимум, потому что вы увидите очень много разных профессиональных людей, которые действительно занимаются работой и представляют какую-никакую элиту нашего общества и это очень поможет вам сформировать свой внутренний компас, отличать хорошее от плохого и вот, наверное, ничто так не формирует систему ценностей, как вот высшее образование. Вот, как говорят, что школа это школа жизни, а вуз это школа жизни 2.0 и она очень важна каждому, поэтому даже не думайте, блядь, уходить после 9 класса или не идти в вуз, потому что вы такой охуенно протестующий, сначала отрастите, чем протестовать, а потом протестуйте. Вот такой вот отзыв о моем образовании получился, это, возможно, не последнее мое образование, пока не буду загадывать, но учиться я дальше буду и не знаю, каким именно образом, но мне однозначно надо, потому что это образование принесло вполне ощутимую пользу, я думаю, каждый из моих подписчиков ее ощущает, чего я рекомендую и вам, чтобы мне пособолезновать, я ведь, блядь, так страдал, подпишитесь на мой инстаграм, мой закрытый паблик ВК, на мой открытый паблик ВК, на мой телеграм-канал и на все остальные прекрасные соцсети, которые указаны в описании, а на этом все, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. Какой резкий обрыв звука, жестко, жестко.